Петрозаводску исполнилось 314 лет. В день рождения карельской столицы петрозаводчане гуляли по революционному старому городу. Перетягивали канат, нюхали цветной дым и слушали Татьяну Буланову. О самых ярких событиях дня города расскажет Александр Лычагин. День города отмечали с самого утра. Центр карельской столицы превратился в праздничный улей. На аллее прессы пели, плясали и дарили призы, в том числе необычные. Так издательский дом Петропресс и портал Петрозаводск говорит, вручили своим читателям путевку на Соловки. И все это под звуки этнических барабанов. На Нижской набережной Тон задавали стальные люди. Открытый чемпионат Карелии по армлифтингу и турнир по силовому экстриму собрал силачей со всей республики. Впрочем, на набережной соревновались не только профессионалы. 500 петрозаводчан, почти как 300 спартанцев, перетягивали канат 250-метровой длины. В этом году иллюзии старого города вернулись в праздничную программу. Любители истории вновь окунулись в атмосферу старого доброго ретро. Праздник решили посвятить столетию февральской революции. Жители старого города праздновали свободу. Новые органы власти активно заботятся о нашем благополучии. Комитет общественной безопасности уже добился от администрации Александровского завода увольнения трех активных участников прошлого режима, а также мастеров, которые не добились уважения в рабочих коллективах. Хедлайнеры главного праздничного концерта. Гости из Москвы. Диджей Цветков раскачивал публику. А певица Татьяна Буланова добавила немного лирики. Концерт завершился незадолго до полуночи, несмотря на закон о тишине. В МВД сообщили, если у организаторов мероприятия есть разрешение, то можно и пошуметь. Пошумели на славу. Апофеозом торжества стал сравнительно скромный фейерверк. Все-таки не юбилей. В этом году Петрозаводску исполнилось 314 лет.